С радостью и грустью для 35 тысяч выпускников края сегодня звенит последний звонок. С летальным исходом накануне в Барнауле автобус насмерть сбил велосипедиста. Сына назвали Ярославом известный легкоатлет Сергей Шубенков впервые стал отцом. Вы смотрите наши новости в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Сегодня в школах Алтайского края последний звонок прозвенит для 35 тысяч выпускников. Торжественные линейки пройдут почти в тысячи образовательных организаций. По традиции вчерашние школьники обменяются колокольчиками, отпустят в небо воздушные шары, будут выступать на бенефисах и посетят городские экскурсии. А вот распитие спиртных напитков и ночные прогулки без присмотра взрослых под запретом. Да и расслабиться выпускникам не получится. Уже в понедельник пройдет первый экзамен по географии и информатике. О вручении аттестатов, о среднем общем образовании и выпускные вечера запланированы в Алтайском крае в период с 23 по 30 июня. Митинг за права геев обсудили на заседании Думы в Наукограде. Поводом для обсуждения депутатов стали два письма, поступившие от общественников города, пишет газета «Бийский рабочий». Подробнее об этой и других новостях от сибирской медиагруппы в традиционном обзоре. Идею о проведении 4 июня митинга в защиту геев широко обсуждали в соцсетях. А накануне эту тему подняли и депутаты города. Повод – письмо от двух общественных организаций «Бийска», участников военных конфликтов и ветеранов ВДВ. Авторы обращения убедительно просят отменить митинг за права геев. Данная категория граждан, подчеркивают общественники, не испытывает притеснений с их стороны. И потому мероприятие станет лишь рекламой о морального поведения. Глава города Александр Студенекин пояснил, что такое обращение и озвучивать не стоило, поскольку мэрия еще не давала разрешения на проведение мероприятий, которые можно считать пиар-ходом. Отметим, всего в мэрию «Бийска» поступило 12 подобных запросов. И однозначного ответа градоначальника об их проведении или отмене так и не прозвучало. Глава города только заверил – все будет по закону. Алтайское сливочное масло может претендовать на знак качества. Об этом сообщает Рубцовский инфо. Он пишет, что на днях подвели итоги всероссийского исследования качества продукта. Испытания масла провели Роскачество, Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Исследование охватило более 70% рынка сливочного масла, которое оценивали по 23 показателям. На наличие антибиотиков, кишечной палочки, дрожжи, плесени, а также содержание жира и другое. Масло алтайских производителей, всего три образца, полностью соответствуют требованиям качества и безопасности. Один из образцов даже вправе претендовать на государственный знак качества. Дом семьи космонавта Титова на Алтае отремонтируют, информирует полиции БРО. Известно, что рабочие уже демонтировали фундамент и крышу жилого здания завезли в стройматериал. Позже планируют установить оконные дверные блоки, частично заменить пол, возвести новую крышу и обшить дом деревянной рейкой, а также сделать отделку и благоустроить усадьбу. Все работы планируется завершить к сентябрю. Елена Макаренко, Наши новости. Водитель автобуса насмерть сбил велосипедиста. Трагедия случилась накануне вечером в Барнауле на улице Солнечная Поляна. Пассажирским Hyundai 58 маршрута управлял опытный водитель. Скорость автомобиля не превышала допустимую. По предварительным данным, велосипедист 55-го года рождения, двигаясь по проезжей части, не убедился в безопасности маневра и сам спровоцировал аварию. Я поравнялся с ним, он в 200-м делал. Никаких жестов там, перестроений, ничего? Никаких, ничего, не значит, что перестраивать. Все, я не успел, надо заформулировать. Сотрудники госавтоинспекции еще раз напоминают велосипедистам, категорически запрещается поворачивать налево, если проезжая часть имеет более одной полосы для движения. Водителям необходимо быть предельно внимательными. С наступлением теплых дней на дорогах будет появляться все больше малогабаритного транспорта. Мы продолжаем рассказывать вам о, казалось бы, совершенно обычных семьях, но они необычные. Эти семьи счастливы, несмотря ни на что. Они могут стать примером для подражания. Одна из образцовых семей Барнаула, семья ведущей актрисы музыкального театра Виктории Гальцевой. 2016 год. В театре музыкальной комедии премьера на сцене мюзикл в двух действиях по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса». Режиссер спектакля Константин Яковлев достал из колоды козырную карту, да не одну, а 15 штук. Он вывел на сцену детей. В их числе уже весьма опытный исполнитель, сын ведущей актрисы театра Виктории Гальцевой. Есть ли какое-то смущение, что ты с мамой профессиональной актрисой на одной сцене работаешь? Бывают такие моменты, когда она посмотрит на меня, и мне кажется, что я сейчас все брошу и просто брошусь к ней в объятия. У звездной мамы, заслуженной артистки России, времени хватает и на главные роли, и на главных людей в своей жизни. Уже много лет Вика – счастливая жена любимого мужа Влада, который полностью посвятил себя семье и детям. Мне приходится быть одновременно и первым зрителем, и первым критиком, и первым психоаналитиком. Знакомым рассказываю, что вот так вот седины уже пролегают, полоски. Это премьера «Летучая мышь», премьера «Фиалки Манмартра». Несколько лет назад в этой семье случилось пополнение, их стало пятеро. Сережа и Соня тогда обрели настоящих родителей. У мальчика были серьезные проблемы со здоровьем, порог сердца. Операция, к счастью, прошла успешно. Старший сын Виктории Гальцевой заканчивает восьмой класс. Младшие дети только первый, но они уже, как мама, проявляют активную жизненную позицию. Чтобы они с детства знали, что когда они подрастут, они тоже будут носить свой вклад в развитие нашей страны. Мамы, папы и бабуси, разумите, молодежь, польза всем большая будет, коль на выборы пойдешь. В семье Виктории Гальцевой много традиций. Они ведут здоровый образ жизни, обязательно закаляются, часто бывают на природе, а каждое лето планируют совместный отпуск. На этот раз поедут в Сочи. Там младшая Сонечка будет участвовать в международном конкурсе «Время талантов». Совмещать приятное с полезным – также добрая традиция этой звездной семейки. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Наш известный легкоатлет Сергей Шубенков назвал сына Ярославом. Известно, что вес малыша, который родился накануне – 3,2 кг, рост 52 см. А новоиспеченный отец сейчас находится в американском Юджине, где завтра у него назначены очередные старты. Так что увидеть сына ему пока не удалось. Радостная новость застала легкоатлета в дороге, как только самолет приземлился в Москве. Перед поездкой, по словам мамы Шубенкова Натальи Михайловны, Сергей поговорил с животиком. Сказал, давай поздороваемся, и папа поедет на соревнования. В семье чемпионов пока не стали загадывать, пойдет ли малыш по стопам знаменитой династии. Пользуясь случаем, мы тоже поздравляем семью Шубенковых со столь радостным событием. Ненастная весна в очередной раз напомнила жителям края, что Сибирь – земля экстремальных температур. Тем, кто, занимаясь строительством, хочет быть готов к любым сюрпризам погоды, могут помочь современные технологии. Пенополимер – минеральная изоляция труб. Под этим названием скрывается качество продукта, индивидуальный подход и скорость выполнения заказа. Синтетическая пена с особыми добавками, нанесенная поверх стальной трубы. В компании ППМ «Барнаул» одном из лидеров по производству таких труб для тепловых сетей уверяют – такая защита дает массу преимуществ. Держать температуру до 150 градусов не позволяют стальной поверхности трубы подвергаться воздействию влаги грунтовой. Это делает трубы гидро- и теплоизолированными. Их можно использовать при бесканальной прокладке, что важно в удаленных населенных пунктах, где нет крупной строительной техники. Компания ППМ «Барнаул», располагаясь собственным производством, может изготовить товар под конкретного заказчика. В Белокурихе – 17, в Барнауле – дождь, ветер южный, временами порывистые – до 16, выше ноля. Телефон редакции «Барнауле» – 722-440. Это все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова